Лично сын Высоцкого Никита Владимирович является художественным руководителем спектакля «Райские яблоки». Он, как и подавляющее большинство критиков, считает постановку одним из лучших спектаклей, который правдиво рассказывает об отце. Особую роль в «Райских яблоках» играет Алексей Зыков. Он исполняет песни барда. Алексей Зыков не копируя, не подражая, не клонируя, вот буквальные слова Никита Владимировича, не клонируя Высоцкого в своем стиле, но при этом не ломая гармонии, делает ту подачу, показывает того Высоцкого, кем он был на самом деле. 13 лет назад на международном фестивале в Чикаго Алексей Зыков был признан лучшим исполнителем песен Высоцкого. В спектакле звучат 25 произведений барда. Каждое вошло в сердце, как нож, признается Алексей. Профессиональный исполнитель, закончивший Гнесинку, выступал даже перед иностранцами. И поражается тому, что песни Высоцкого не нуждаются в переводе. Французы, все французы, кто не понимал, не бельмеса по-русски, да, они все потом говорили, вот что-то там происходит, что-то дергает, о чем непонятно. Но вот сам нерв, сама энергетика, заложенная в стихах, в музыке, в мелодии, если правильно ее донести, да она будет трогать даже не понимая слов. Постановка родилась в июле 2005-го, в год 25-летней годовщины со дня смерти поэта. Режиссеру Рашиду Тугушеву удалось деликатно показать спектакли творчества человека-легенды и трагедии его личной жизни. При этом актерам удалось избежать пошлости и ханжества. Это все миссия, это все, понимаете, не рассказать о том, как ему было плохо, какие у него были пороки, какие у него были недостатки. Да у всех людей это есть, в той или в другой степени, это чушь, когда об этом говорят. А рассказать о поэте, то есть так просто, а с другой стороны сложно. Светлана Григорьева на протяжении всего действия делится со зрителем воспоминаниями от имени главных женщин в жизни Высоцкого. Собирательный образ дается нелегко. Каждый спектакль – это отдельно прожитая жизнь. Как к току прикасаешься, он бьет, так и эти стихи. Ну, быть абсолютно спокойным, равнодушным невозможно. Первыми спектакль увидят в Гороховце «Райские яблоки». Там покажут 21 июля. Во Владимире 24 июля и 25, в день смерти Владимира Высоцкого. Всех, кому не удастся попасть в областной театр драмы, артисты приглашают в Москву. Там «Райские яблоки» идут в доме Высоцкого на Таганке.